что пацаны аниме вчера открылась в bt на blitz 3d все дела и сегодня мы с тобой посмотрим аниме это дичь или нет по крайней потому что сделано по охренительно длинные саги по блечу и такую игру обойти вниманием конечно же ну ладно хватит уже смотреть мультики кто захочет потом найдет посмотри там очень много серий вышел у нас blitz к сожалению попозже тут добавился автобой автоквестинг здесь был изначально но пока не было автобоя писосик так немножечко то начал приставать потому что ну динамичные бои об и тэшка соответственно тут можно немножко скастить наверное нам предлагает нахлобучить вот этого чувачка тут много лора то есть о каждом герое все можно почитать посмотреть много всяких кат-сценок и вообще кстати вот история честно продумано очень даже неплохо кстати между персонажами можно переключаться также они помогают тебе в бою это кстати сейчас идет автобой он легко отключается легко включается то есть можем поменять у нас же будет лучинг да простят фанаты аниме но блин честно мне он ни о чем не говорит потому что как-то даблича я особо не дошел кстати хотел тебе еще выпустить видосик мы сейчас пока переключимся по рейду хотел выпустить видосик потому что по время начал очень часто прям натыкаться на рекламу рейда даже вилсаком этого реклама точно не 10000 что это намного больше про рекламировал данную игру ну блин максимум я смог поиграть в рейд это полчаса полчаса оконки с рекламы просто вылетали я не знаю ну штук 12-15 этих рекламных оконок я тоже я точно посмотрел блин это неприятно да вот допустим драгонести тоже у нас что-то бывает подобное но блин там есть такая графа его и во многих современных культурных играх есть такая графа как не показывать больше сегодня так вот там такого нет там там срать хочешь ты не хочешь а урио исида и и чига курасаки аж как же это раздражает этот парень больной и какой-то кошек очень понятно и кстати все русифицировано способности русифицированы диалоги тоже русифицированы очень много всяких шняжек потому вот у нас есть инстанс бой отрядика это мы сейчас пойдем с игроками даже к это кстати я еще не ходил ну как бы не все поиграл принципе я вчера только по гамал сегодня вот только сейчас зашел в общем рейд оказался просто конченой игрой на которой даже не буду делать обзор потому что реально тупо тошнит от нее да я конечно понимаю что это не совсем мморпг рпг в своем как бы ну классическом понимании это сейчас на модное такое есть направление это менеджер герой где ты одеваешь героя смотришь на них да если брать менеджер героя то я лучше поиграю в афк который кстати рублюсь так нифигово и она реально прикольная потому что там нету лишних нагромождений каких-то беспонтовых кстати зачем тут вообще что-то лупим но кстати все играется на автобое это конечно очень сильно меня печалит пвпшка на анти попозже сейчас тоже покажу по крайней мере один из режимов точно но это мы с игроками походе игроки тоже также на автобое херачат ну хрен его знает это поживем увидим ну вот насчет менеджер героев да нет зашел афк-шка без напряженных каких-то вещей задротства то есть можно ежедневные квесты сделать там вообще минут за 10 но что там интересно там интересна сама прокачка игрока прохождение лабиринтов пещеры времени потому что там реально нужно думать если ты где-то лоханешься тебе придется начинать заново и это прикольно кстати кстати 15 декабря то обещают нам открыть black desert ты ждешь благодаря я вообще жду black desert потому что там охренительный графа охренительный геймплей да там автобой автоквестинг но я поиграл в азиатскую версию и были там миссии где короче я прям просто как не в себя вливал эти красные банки хп потому что там было реально тяжело там там автобойте вообще никак не поможет я проходил руками я притом не не одну минуту проходил там реально задрачивался нет конечно там все было на иероглифы может туда надо было идти командой как бы ну хрен его знает там же все как бы на иероглифы было не знаю кстати даже не знаю за кого играть будут потому что но более-менее конечно классы посмотрел и посмотрел там рыцаря смерти в блэк дезерте классный внешне но по геймплею не зашел а вот мастер животных не очень по внешности но по геймплею неплохо очень посмотрим но я как бы готов лежал жалко что не в отпуске буду так можно вообще очень много говоря не посвятить игре хрен знает уйду с драгонеста не уйду тоже не знаю вроде драгонест все умирал 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 а тут опа вот тебе ледяной дракон первый этап мастер вот тебе ледяной дракон второй этап вот тебе огненный лист который конечно ты нихера не получишь потому что ты бабки не скидываешь ну вот вроде объединение северок вот ну как там можно играть немножко пиписи пиписечка немножко привстала прям чуточку появился босяк который мы сейчас будем жестко лупашить к сожалению лупашится он без моей помощи походу пацанчики делают абсолютно все то же самое ну хотя бы здесь не напряжена не знаю апгрейд шмоток то и да тут есть допустим ковка плюс 10 ты сразу раз-раз-раз проковал то есть этим ты не напрягаешься другое дело то что если ты хочешь посмотреть аниме блич то наверное проще посмотреть аниме блич чем играть в игру блич но еще раз повторю это все таки о бт открытый бета-тест то есть это не релиз окончательной игры попозже конечно же он все выйдет в крайне мере хп у меня до сильно не уменьшилось очень много русских с этим нажать на чатик сплошные русичи которые кстати не парились насчет ников то есть на фигачили рандомных от которых им предложили ладно кошечка все понятно с тобой кстати похож на сэлема из маленькой саврины на сэлема получаем и наградки героев можно прокачивать собирать что только с ними можно не делать можно почитать лор тут дохрена все на кит на все режимы открываются можно посмотреть чатик всякий вот хаос парень парень все-таки с чувством с толком создавал и тачи 23 что такое блин до этого все и тачи походу заняты были народ добавляйте в плиз в друзья уру ров и вот саку акика это да это прям на шару беда и создала кстати почему не такая аватарка начну есть такой герой как обычно во всяких корейских японских и прочих и мы море погашка тут очень заполнен вверх тут пак рейтинге вербовки против кстати вот вербовка вербовки мы призываем героев можно призвать нельзя призвать но можно призвать какую-нибудь шляпу давайте призвем шляпу это происходит путем запуска бабочки все у нас пока нету да понятненько есть у нас наши персонажики это мой это мои разумеется и чего хатат хатана ямада какая-то бабушка блин печальненькая конечно я сейчас язык сломаю урю из себя я сатура сада кстати о каждом там можно почитать у них есть истории то есть о каждом герое плюс там можно еще дальше истории открывать за их тоже за бонус то есть проходите stories и постепенно какие-то аспекты их жизни открываются и можно прокачивать одевать и чишка также их можно одевать у них есть скиллы и досье допустим всего у героя 8 досье когда они достигают определенного уровня эти досьешки открываются аааа тут даже по-разному предел оружия еще ну кучу что-то в этом темпе есть у нас навыки которые мы прокачиваем активные и пассивные кстати надо наверное сходить и посмотреть пвпшечку но для начала нам ее нужно что правильно найти по-моему вот это у нас пвп нет это у нас какие-то крендели которых мы херачим где-то пвп точно было я точно его находил и точно на него ходил это у нас все пока закрыто ладно давай посмотрим геймплей что у нас тут бесконечные тренировки личная викторина ооо это у нас всякие инстансы потасовка меж сервер тут по-моему ваще то пока только один сервер ну что регистрируется ну кстати прикольно прикольно то есть пвп здесь все таки более менее развивается другое дело что где их найти где найти тут пвп а это кстати мои пацаны эй пацаны айда за мной побежали 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 войдите в клан шибы даже не все аксессуары апгрейды какие-то это кленчик мы прокачиваем это прокачиваемый наш кленчик очень много прокачек героев но это как бы ну так вот не сильно не сильно прям напрягает тут мы можем поднимать наши ништячки нет не хочу ничего использовать так где то должно быть пвп не в геймплее понятно так или соревнования бой на арене можно ага это у нас бой на арене давай вызовем вот этого пацана то есть так нам походу нужно вернуться обратно в город чтобы участвовать но сейчас вы кстати пока посмотрите что это за своеобразная аренка давай котик давай 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 понятно тут у нас немножечко ух ты ж какая девочка то была так в геймплее у нас вот что такое то сейчас вы в отряде какой у меня отряд ааа все понятненько все понятненько в каком то санамантре отряде все теперь у нас можно выходить на пвпшечку но пвпшечка кстати идет такая вот три твоих игрока против три троих чемпионов чужого и вы начинаете с херс соответственно если кто то побеждает он идет на помощь к следующему пацану к сожалению к сожалению больше других пвпшек я не нашел есть бесконечные тренировки одиночное прохождение позволит вам получать экипировку камня точки осколки персонажа личная викторина земля беззакония дает к нугу науки оружия режим рк хорошее место для обмена опытом земля беззакония то есть ну да это обт но скорее всего пвпшка наверно один на один все таки более не менее запилится будет она поадекватнее лошадь большие большие у него глаза кстати очень даже большие мне нравится не знаю зайдет ли тебе эта игрушка или нет не она конечно пока не появился автобой очень даже неплохо было но после автобоя конечно все превратилось какую-то скукотень и рутина где не нужно ничего нажимать не нужно как бы драться и ну как бы не от твоего скилла начинает зависеть игра и прохождение данной игры это был честный обзор на Bleach 3D OBT ссылочка будет в описании ссылочку на Black Desert китайской версии я тоже тебе оставлю в описании а также ссылочку на инстулечку поэтому жми лайкосик либо дизлайкосик пиши комментарии все давай целую скучаю обнял приподнял и до скорого что это что то что это что это